Уважаемые друзья, коллеги, соратники, дорогие ветераны, сердечно поздравляю вас с Днем Космонавтики. Для нашей страны это один из лучших и самых теплых праздников, потому что связан этот праздник с первым полетом человека в космос, и этот человек наш человек. Это Юрий Алексеевич Гагарин. Космонавтики! Космонавтики! В этот раз мы проводим День Космонавтики, уже приближаясь к замечательным датам. Это и юбилей космодрома Байконур, это юбилей создания Центра подготовки космонавтов, ну и, конечно, в 2021 году, в следующем году мы отметим большой юбилей, юбилей первого полета Юрия Алексеевича Гагарина. Поэтому такого рода события, связанные с историей отечественной космонавтики, накладывают огромную ответственность на всех тех, кто сейчас причастен к нашей отрасли. В начале 2020 года президент России Владимир Владимирович Путин подписал новую редакцию основ государственной политики в области космической деятельности. В этом документе стратегического значения поставлены задачи, связанные с развитием российского космоса. Это и покорение планет Солнечной системы, Луны, Марса, Венеры. Это развитие научного космоса. Это переход на новую ракетокосмическую технику, которую наша отрасль так долго ждала. Это серьезный вызов для всех для нас, потому что создание новых ракет-носителей, создание универсальных спутниковых платформ, создание нового пилотируемого корабля и новых модулей для орбитальных станций, создание материальной основы для будущих покорений Луны и других планет. Это вызов не только с точки зрения развития производства, его подготовки, использования новейших технологий, но самое главное, это не станки, самое главное, это люди. О них мы сейчас должны думать больше всего. О подготовке нового инженерно-конструкторского класса, нового поколения тех, кто может создать материальную основу для того, чтобы Россия по-прежнему была бы лидером мировой космонавтики. В эти дни я поздравляю все наши коллективы, все 200 тысяч работников ракетно-космической отрасли России, которые собраны в рамках единой семьи Роскосмоса. С праздником вас, дорогие товарищи!